Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов. Сегодня у нас Антуан Джоанна, известный как Тони Джоанна. Родился 9 ноября 1803 года, а 4 августа 1852 года умер. Это французский гравер, иллюстратор и художник. Родился в Офенбахе на Майне. Его отец Франсуа Джоанна владел шелковой фабрикой в Германии, куда семья бежала после отмены нацкого дикта. Был художником, принимавшим участие в развитии литографии во Франции. Два старших брата, Тони, Чарльз и Альфред, были гравюрами, а Альфред работал художником и рисовальщиком. Тони научился гравюру у своих братьев, помогал Альфреду создавать иллюстрации книгам Джеймса Фенемора Купера и Вальтера Скотта. Предпочел гравюру по дереву. Его исторические картины впервые были выставлены в Парижском салоне в 1831 году. Стал иллюстратором, высоко ценимым за его элегантность, разнообразие и живой характер рисунков. Которые были преобразованы в гравюры. Либо им, самим, либо такими художниками, как Жак Андриен Лавье, Эмиль Монтиньель, Альфред Рюэль. Его хвалил Теофиль Гатие, французский поэт, драматург, прозаик, журналист, художественная и литературная критика. Тони Джианнота можно назвать, не боясь возражений, королем иллюстрации. Всего несколько лет назад ни один роман, никакая поэма не могли появиться в печати без гравюра на дереве с его подписью. Таких героинь тонкого телосложения, с лебединами шеями, распущенными волосами, незаметными ступнями он доверял рисовой бумаге. Сколько бродяг, лохмотих, рыцарей в доспехах с ног до головы, чешуйчатых и когтистых тарасков он набросал на маслянистых и канарично-желтых обложках романов средневековья. Через его руки прошли вся поэзия и вся литература, как древности, так и современности. Библия, Мольер, Сервантес, Руссо, Вальтер Скотт, Лорд Байрон, Гюго. Его рисунки появляются во всех этих замечательных томах, а не украшения. Он смог воссоздать и воплотить все это в своем искусстве. Так говорил Теофель Гаттия. Иоганнот умер в Париже 4 августа 1852 года. Ну вот так вкратце данные из википедии о Антуан Джоанно, известных как Тони Джоанно. Французский гравер, иллюстратор и художник. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.